19 октября команда Псковского Яблока провела традиционную осеннюю встречу в деревне Бугрово рядом с Пушкинскими горами. Участники подвели итоги политического года и начали подготовку к выборам 1925 и 1926 годов. Накануне встречи 18 октября в офисе партии прошел обыск. Следователи и полицейские изъяли служебный компьютер Льва Шлосберга, который уже дважды забирали, и три личных ноутбука сотрудников команды, находившихся в офисе в момент прихода силовиков. В Бугрово собрались около 80 участников команды Псковского Яблока со всех уголков области. На встречу приехали депутаты, избранные от Яблока, лидеры регионального и местных отделений партии, члены избирательных комиссий, юристы, журналисты и волонтеры. На встречу приехал и выступил перед участниками заместитель председателя партии Яблока, депутат Московской городской думы 7-го созыва и руководитель фракции Яблока Максим Круглов. Прошел круглый стол с обменным мнениями. Региональный совет партии принял основу заявления с инициативами о реформе системы российского здравоохранения, внесенного врачом, парламентарием и председателем Псковского Яблока Артуром Гайдуком, а также политическое заявление под названием «Требуем остановить репрессии против Льва Шлотберга». Напомним, что Псковское Яблоко на прошедших выборах заняло второе место в регионе по числу мандатов. Подробнее об этом журналисты Эха Псковы рассказали в сюжете итоги выборов. Партия не признала результаты выборов главы ГДОвского района. Сухой остаток, несмотря на сложности того, как устроено избирательное законодательство, избирательный процесс. Второе место мы сохранили. В самом деле это, мне кажется, важно не только как результат, а как тот фактор, что все компании, мы во всех АПМ ввели со слоганом «За мир и свободу». Это было везде написано. Позиция партии про мир, она на самом деле внутренне, внутри людей поддерживается большинством общества. То есть люди хотят жить. Это абсолютно естественное, нормальное послание. И Яблоко здесь единственная партия, которая этот тедис говорит, говорит системно. И мне кажется, это само все важно, что запрос общества на такую жизнь есть. И спасибо, что вы есть, спасибо, что вы помогаете. Это большого стоит. Мы всегда на связи, мы всегда с вами готовы поговорить, выслушать и по возможности помогать. Дорогие друзья, я очень рада вновь быть в этом зале. И отрадно, что даже в такие сложные времена нас становится больше. Это вселяет надежду и веру в то, что нас ждет лучшее будущее. Вы – те люди, которые своей энергией пытаетесь сами, может быть, поверить в то, что права системы еще жива. И убедить других людей в том, что наш путь – это путь цивилизованного мирного общения, даже с нашими закоренелыми врагами. И совершенно мужественное поведение было у Васильева абсолютно. Я восхищаюсь просто тем, как он себя вел. Там были слежки, там было наблюдение снаружи, там преследовали машину. Это были просто шпионские страсти. Я как-то задумывался, почему мне нравится эта работа, почему я с удовольствием хожу на работу. Потому что то, чем мы занимаемся, особенно те, кто это делает профессионально, ну сложно, там за деньги, мы работаем не на дядю, а на общество в самом благородном понимании этого слова. На людей работаем. Мы не похожи ни на кого. Мы одни. Мы единственное яблоко про ценности. А все остальные партии – это просто филиалы «Единой России». Это партии Путина. А мы про ценности. Когда-то первый раз сидя в этом зале, я, по-моему, там слева, где сейчас Мария, сидела и смотрела на уже опытных яблочников. Мне казалось, боже мой, какое счастье оказаться рядом с умными, честными, открытыми людьми. И это чувство я, конечно, сохранила за все эти годы. Я смотрю, как увеличивается число занятых стульев в этом зале. Появляются новые лица. И это прекрасно. Значит, мы идем правильной дорогой. Значит, нам всем по пути. То есть это не делается просто для того, чтобы сделать пиар, да, там, депутату Пасман или Псковскому Яблоку, а для того, чтобы действительно сделать жизнь всех псковичей лучше настолько, насколько мы это можем сделать. Я поражен такими, знаете, ну, сакральными, что ли, способностями Псковского Яблока в целом, каждого из вас, Льва Марковича в частности, заниматься, на мой взгляд, совершенно невероятными вещами, достигать совершенно невероятного результата в той ситуации, в которой мы все с вами находимся. Да, казалось бы, ну какие выборы? Мы строим мирные, мирные легости в военное время. Это очень плохо. Чтобы проблема, которая возникла, стала меньше, ей нужно просто посмеяться в лицо. Что мы с вами удачно и уверенно делаем. Да! Вот ходите ближе, светлей фигнясь. Ремарка, благодарность, она не булькает, любовь. Это не про полное исцеление. Сразу понятно, наверное, что я помощник Артура Марковича, медика. У меня как-то медицинские метафоры легко стали приходить. Извините, что вот Яна и я выступаем сегодня без презентации. У нас вчера забрали ноутбуки. Поэтому, если вам кто-то звонил, умолял, пожалуйста, распространите, найдите кого-то, это был я. Если вам не заплатили, это был не я. Андрей Сергеевич пытался сделать все для того, чтобы его не избрали депутатом военного собрания. Но у него не получилось. Прошу вас подписываться не только на Псковское яблоко, но и на наших депутатов. Артура Марковича тоже есть в Целеграме. Таких, как мы, очень-очень много. Просто все боятся и молчат. Но никто не боятся и не молчат. Спасибо вам огромное. Сам факт нашего существования доказывает, что люди остались. А цель, я думаю, понятна всем. Это правда, справедливость, мир, мир. Это очень странные люди. И я надеюсь, что это поможет нашей стране в настоящем и в будущем. По этой статье до трех лет, я не штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Я не признал своей вины. Я работаю упорником. Сейчас круче. У меня заклада 18 тысяч. Мне партия яблок помогла собрать деньги на плату штрафа. Большое спасибо вам. Большое спасибо. Осенняя встреча Псковского яблока в Пушкиногоре – это встреча традиционная. Это не только итоги года. Это встреча близких людей, которые много прожили в жизни вместе, которые научились проживать трудные времена, которые научились и умеют поддерживать друг друга. Это встреча всегда воодушевляющая. Это встреча, раскрывающая новые возможности. Это встреча солидарности всегда. Мы всегда выходим с таких встреч с большими силами. Я очень доволен тем, что собралась большая команда, около 80 человек. Я очень доволен тем, как люди общались друг с другом. Я очень рад видеть свет в моих глазах, настоящий свет. На мой взгляд, то, что мы видим сейчас в Псковском яблоке – это очаг будущей свободной страны. Это очень ценно и это очень радует. В наше время, сами понимаете, мало поводов для оптимизма, больше поводов для пессимизма, переживаний, опасений и так далее. А здесь, на этом мероприятии, несмотря на все тревожные события, которые происходят вокруг Псковского яблока, вокруг Ива Марковича Шлозберга, собралось огромное количество людей, политиков, часть из них депутаты, часть из них активисты, люди, которые работали на выборах, члены яблока, сторонники яблока по всей Псковской области, которые обсуждают будущее, которые обсуждают ближайший год, перспективы на то, что будет через два года, строят планы, не унывают, ведут конструктивный разговор, обсуждают прошедшую избирательную кампанию, обсуждают, каким образом нам работать, сохраниться, улучшать жизнь людей, менять политику в регионе, менять политику по всей России. И вот этот стоицизм, оптимизм, вера в будущее, вера в свои силы, честно говоря, меня очень порадовало, и у меня как-то очень тепло на душе после вашего мероприятия. Мне понравилось, что к нам приехало больше 70 человек, это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что людям важно быть в одном пространстве, чувствовать плечо друг друга, понимать, что они про одно и то же могут поговорить, что у них общие ценности, что они друг друга понимают. И, собственно, эта атмосфера, это то, что заряжает потом на работу на долгие месяцы. Мне кажется, что мы и есть политика, потому что своими придирками, своими предложениями, своими какими-то идеями мы улучшаем жизнь там, где власть, действующая, не в состоянии сама справиться с проблемами, или не видит их, или не хочет, или не может до них дойти. А мы и люди, которые интересуются сейчас политикой, мы, наверное, и есть в будущем та сила, которая определит курс развития нашей страны. Я хотел бы через год рассказать своим друзьям, чему мы научились за предстоящий год, какие мы трудности преодолели. Хотел бы услышать от своих друзей об их достижениях и очень хотел бы услышать, что никто не разочаровался, что все выдержали, все выстояли, никто не опустил руки, никто не отчаялся и никто не разочаровался. Наверное, я бы хотела рассказать, что у нас появилось много новых депутатов в районах, где в 25-м году будут выборы. Возможно, я бы хотела рассказать о том, что у нас увеличилось количество членов партии. Я бы, наверное, хотела рассказать о каких-то новых активностях, которые мы придумали и проводим, которыми объединяем людей. Если мы сумеем собраться через год в том же составе и сумеем собраться вообще, все это будет легально и все это будет допустимо, то это будет уже успех. Потому что, несмотря на весь оптимизм, мы живем в крайне сложное время, и нам вообще нужно думать о том, как нам работать в этих условиях. Так, а теперь давайте просто не машем и не улыбаемся. И не смотрим. Вот, отлично. Тогда мы можем в другую зайти. Субтитры сделал DimaTorzok